В городе Свободной Амурской области на железнодорожной пути рухнул автомобильный мост. Один человек пострадал. В результате ЧП заблокирован участок Транссибирской магистрали. Это один из важнейших транспортных коридоров нашей страны. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Все подробности у Анастасии Мартыновой. В разгар рабочего дня на глазах у пассажиров железнодорожной станции, как карточный домик, складывается мост. Два пролета путепровода обрушиваются на землю, перекрывают пути и чудом зависают над стоящим грузовым составом. Люди бросаются в рассыпную. Там еще люди какие-то ходят, вон внизу человек. Обрушение моста, соединяющего две части города, зафиксировали камеры наблюдения. Видно, что товарный поезд успевает выехать из-под опор моста, и слева возникает яркая вспышка. Конструкция падает. У нас дом здесь рядом, прям как будто землетрясение было. Вместе с бетонными фрагментами на землю стремительно падает и заезжающий на эстакаду грузовик. Самослава сейчас ложилась. С водителем не знаю, что случилось. На помощь раненому подоспела скорая. С многочисленными переломами пострадавшего доставили в больницу. Работник железной дороги в момент крушения, находившейся под мостом, успел отбежать. Упало два пролета в ядуке. Обрушилась на транссип. Движение перекрыто. Город Свободный, крупная станция за Байкальской железной дороги и серьезный транспортный узел. Здесь пересекаются железнодорожные, автомобильные и водные магистрали. Потому на расчистку завалов брошены силы всех оперативных служб. Главное управление и силы Свободненского пожарно-спасательного гарнизона функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Вдоль ЖД-магистрали город тянется 12 километров. Рухнувший путепровод 1982 года постройки соединял жителей с больницами и школами. После ЧП отрезанным от жизни оказался целый район. На объездной дороге, которая 30 лет не ремонтировалась, в экстренном порядке начались восстановительные работы. Движение по железной дороге парализовано. Дорожная бригада представляет нам два тяжелых бульдозера, два крана, трал и пять самосвалов. И 50 человек личного состава для организации разбора завалов на путях транспорта. О предварительных причинах обрушения говорить рано. По одной из версий, путепровод не выдержал регулярного проезда грузового транспорта. На месте происшествия сейчас работает следственная группа. Анастасия Мартынова, ТВ-центр.